И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзахедж, это первая серия нового сезона на совершенно новой сборке, к сожалению, на старой версии Майнкрафта, то бишь на 1.12.2, под техническим названием Banished или The Banished, или, возможно, оно будет переименовано в зависимости от того, одобрит ли мне Curse эту сборку или нет. И, собственно, эту серию я начинаю писать после стрима. Стрим у нас был с вами в выходные, а в этой серии я вам, собственно, сейчас по-быстрому расскажу и покажу то, что мы здесь с вами уже сделали и, собственно, где я сегодня обосновался, да. После этого мы с вами продолжим выживание. Я себе на стриме выкопал вот такой вот домик. Это будет домик для нас с эльфочкой, он будет видоизменен, конечно же, вход здесь не будет таким вот страшным, с одним куском земли на входе, да. Но при этом внутри мне нужно было уже с чего-то начинать, поэтому я себе уже смог получить некоторые вещи и даже кровать, чем я очень, собственно, доволен. В принципе, нам с вами под водой особенно спать не надо, но для того, чтобы поставить спаун-точку, естественно, нужно кровать. А мы уже здесь с вами, да, сборка на сервере, и мы здесь с вами уже умерли какое-то количество раз. Единственное, что вот от этих семи нужно, блин, я опять забыл, вычесть пять, потому что здесь, когда я только создавал эту сборку, случилась небольшая проблемка, и у нас с вами на спауне взрывались кровати. И пока я, собственно, пытался подчинить эту проблему, я несколько раз умер, а дескаунтер уже, собственно, считал то, что да-да-да-да-да, все, ты умер, ты умер, Зигна Хедж. Вот, поэтому нужно будет поправить. Ой, это ты здесь уже, нет? Это эльфочка тут уже походила, эльфочка тут уже здесь ходила, или это ко мне борода принес, такие странные вещи. Тут арбузы, тыквы и еще какие-то штучки. Или Рустам, не знаю. Собственно, на сервере сейчас у нас всего три человека, сейчас как бы я один, но, в принципе, играют три человека, пока у меня не одобрена сборка на Кёрсе. Соответственно, сейчас тоже, ребятки, ссылку в описании на сборку я вам дать не могу, но как только Кёрс ее одобрит, ссылочка там появится, в том числе и к этой серии. Вот, что я себе сделал. В принципе, я, когда вы появляетесь в этом мире, знаете, даже еще сделаю сейчас немножко с четырю, и телепортнуюсь на спаун, исключительно для того, чтобы вам показать, что здесь, в принципе, как бы происходит. Вот такой вот у нас здесь спаун, строил я, потом эльфочкой это дело украшено, и, в принципе, вы можете отсюда только выйти и начать выживание. Выживание вы себе, как будете представлять, не знаю, не зная правила этой сборки, потому что, как минимум, здесь нету дерева. Для того, чтобы получить дерево, вам нужно сделать себе саплинг. Вот у меня здесь есть, собственно, саплинг, я вам просто покажу рецепт. Делаются саплинги из листиков, а каждый листик делается из травы. Вот эта самая трава, ее можно вполне себе получать, вот она, просто блуждая по морскому дну. И, кроме того, здесь стоит мой модик, который добавляет вот такие вот факелы, при помощи которых я немножко хотя бы осветил морское дно, потому что иначе здесь была темень просто неизусветная. Никакие моды на осветление морского дна не работали, потому что, если вы сейчас обратите внимание на карту, у нас там с вами высота 68. То есть, это, ребятки, генерация обычного овера, но в этом же овере просто налита вода до 200 блоков по вертикали, по игреку. То есть, соответственно, никакие деревья здесь вы найти не сможете, ну, кроме разве что каких-нибудь, как ребята, собственно, сделали, найти эти самые шахты в земле. И там при помощи обычных рук немножко себе забрать этих самых досок. Вот, я это делал немножко иначе. Так-так-так-так-так, давайте вернемся домой. Я это делал по правилам, потому что я, собственно, знаю эти правила. И, как я уже неоднократно говорил, ребятки, если что-то не знаете, смотрите рецепты. Если не знаете, где взять саплинг, смотрите рецепт. Не знаете, где взять листья, смотрите рецепт. Не знаете, где взять длинную траву, смотрите рецепт. То есть, в принципе, рецептов здесь добавлено большое количество. И я себе также уже сделал вот такие вот ласты, потому что мне нужно было, чтобы я смог быстрее немножко перемещаться по воде. И, кроме того, после этого я занялся тем, что сделал себе вот такой вот верстак. И я сначала вам, ребятки, хотел показать кусочек из стрима, но потом посмотрел, что это не будет иметь смысла. Я вам быстрее объясню на руках, как сделать такой верстак. И к нам зашел борода. Так, чтобы сделать верстак, здесь выбираем, собственно, мой модик. И делаем себе вот такую штуку. Называется Крафтинг Фабрик. Делается она из четырех кораллов, которые растут на улице. Дальше вы при помощи вот этой Крафтинг Фабрик просто делаете правый клик. О, у меня дерево выросло. По вот такой вот сухой губке. Вот у меня такие здесь растут, допустим. Вы их можете найти в большом количестве. Просто делаете правый клик, и после этого при помощи замечательного кориона, то есть зажимаете в моем случае Alt, в вашем случае, наверное, Shift, и правый клик, и после этого переносите его куда нужно. Если вы попробуете этот верстак срубить любым инструментом, рукой, без разницы, киркой, топором, он просто исчезнет. Собственно, вот таким вот образом я решил сделать, ну как, заставить людей делать обычные верстаки тоже, да? Хотя, в принципе, он ничем не отличается от обычного верстака, просто выглядит немножко по-другому. И мне нужно познакомиться, поздороваться с бородой. Пишусь. А у тебя все еще загнутое видно. Нет, не буду писать. Ладно, я надеюсь, что вы смотрели серию бороды по этому поводу. Так, дальше, соответственно, я себе сделал возможность, ну не возможность, я себе сделал саплинги. Здесь вырыл при помощи кирки. Как сделать кирку? Самое сложное, что нам с вами нужно для того, чтобы сделать кирку? Конечно же, палочку. Стик. Как сделать палочку, не имея доступа к деревяшкам? Опять же, смотреть рецепты и увидеть то, что из любой листвы у нас с вами делается одна палочка. Это очень хорошо. Соответственно, таким образом мы с вами можем себе сделать кирку достаточно просто. Ну и при помощи, конечно же, нашего верстака. Единственное, что я себе сразу делал кирки каменные. Каким образом я их сделал? А я вам не буду говорить. Скажу лишь только то, что вот эти вот штучки можно получить не только из каблы. Не только ломая гладкий камень. Дальше, думаю, разберете сами. Ладно, давайте мы с вами срубим дерево, на самом деле. И я вам еще расскажу, что я здесь сделал. И все-таки давайте попробуем за сегодняшнюю серию сделать хоть что-нибудь, помимо того, что я вам рассказываю, чем я здесь занимался на стриме на первом. Я себе сделал вот такую штуку по названию «Стрейнер». Ну, я думаю, что вы знаете, если смотрели мой ледничок про эту штуку. Здесь она тоже сильно полезна, потому что, допустим, вот у нас уже начали расти здесь вайны. Эти самые замечательные лианы. Я уже хочу их куда-нибудь посадить, чтобы они разрастались. Потому что штучка, конечно, работает не очень быстро. Более того, она требует червей. Червей я, собственно, себе копал вот этой штукой. Земли здесь, благо, дофига. Это можно даже автоматизировать. Ну, как бы, Назаррит, вы сейчас не можете себе позволить, да? А обычный шуковкейн вы вполне себе сможете позволить сделать. В общем, посмотрите рецепт тоже, опять же, кому интересно. Ну и выкопал некое подобие комнат для базы. В принципе, я думаю, что вот этот вот дизайн, он не будет финальным, конечно же, потому что здесь сейчас даже мне страшно. Вот здесь, кстати, естественно, я поселился рядом с расщелиной. Как же могло быть иначе? И узнал одну вещь. Потому что, оказывается, вот этими камнями вполне себе можно закидывать мобов. Они работают как снежки. Не знаю, сколько повреждений наносят, но, в принципе, когда вот на той стороне появляются какие-нибудь там скелеты или ведьмы, или что-нибудь такое, очень удобно их оттуда скидывать. И здесь, конечно же, у меня уже есть проход в шахту. Там единственное, что тоже есть майндшафт майнкрафтовский. Ну, ладно, это тоже-то все лирика. Так, чем бы я хотел заняться сегодня? В принципе, за время моих путешествий у меня вот случилась уже одна проблема. Как видите, у меня вот эти вот камни, их уже некуда девать. Поэтому давайте начнем с того, здесь стоят сторож-дроверс, что сделаем себе дроверы вот под эти камушки. Я думаю, что я даже сделаю самый обычный дровер. Единственный вот вопрос, хватит ли у меня, наверное, хватит дерева. Потому что, в принципе, с деревом, конечно, здесь основная беда. Борода сделал хитрее. Он, собственно, просто сделал себе столб наружу, на улицу, и занимается выращиванием деревьев и всяких других культур там. Я, если честно, так делать не хочу, но, как бы, вот эти вот камушки все равно куда-то нужно складывать, поэтому давайте начнем складывать их сюда. Единственное, что сейчас у меня тоже уже закончится место в этом дровере, потому что... А, нет, я же его сделал полноценным. Мы с вами сюда можем запихать много. Прямо-таки много-много-много. 2048. Не так же уже много, уже закончилось. Ну, ладно. И, да, если что, если вы хотите получить обычный каплстоун, вам нужно просто вот эти камушки смешать с глиной, для того, чтобы получить каплстоун. С глиной, я думаю, что тоже проблем не будет. Так, и давайте себе сделаем еще, наверное, какие-нибудь ящички. Теперь уже стандартный вариант с четырьмя ящиками, для того, чтобы... Да, сейчас сделал ящики. Для того, чтобы у нас с вами можно было помещать различные предметы. Ну, хотелось бы уже хоть какую-то организацию в хранении здесь получить, да? Деревья себе прекрасно растут под бом-милом. Где взять бом-мил, могу сказать то, что ищите в мире кое-чего, если вы как бы не были на стримах. Или смотрите бороду, он в серии, опять же, показывал. Что-то я сегодня как-то бесплатно пиарю бороду, ну ладно. Борода хороший человек, его можно и бесплатно запиарить. Есть у меня, кстати, еще бом-мил, есть еще 51 штука. Ой, вот некоторые деревья очень внезапные, они, если честно, меня испугают. И, кстати, мне очень нравится вариант выращивания деревьев в пещере, потому что здесь не вырастает царь-дерево. Ну, правда, если вы посмотрите, у меня вот здесь вот, собственно, находится мрамор. Это не просто так, одно недо-царь-дерево здесь таки выросло. И это недо-царь-дерево мне пробило немножко потолок, благо вышло оно не полезло, но все равно было немножко удивительно. Я думал, что они здесь вообще не могут никоим образом появиться. Оказывается, могут, но такие дегенеративные. Царь-деревья дегенераты, какой ужас. Так, 12. Чего у меня получится? У меня получится, ну, больше стака, отлично. Я думаю, что этого нам с вами хватит на то, чтобы сделать себе первые 4... Как их зовут? Раз, два, три, четыре. Первые 4 хранилки. Хранилды, я хотел сказать, конечно же, хранилды. Во, готово. Так, где мы их с вами будем размещать? Я хотел изначально вот как бы в этой комнате все это дело размещать, но потом подумал, что здесь, наверное, будет маловато места, поэтому давайте начнем занимать вот эту комнату. Потом, конечно же, здесь я за кадром все это как-нибудь немножко переставлю в нужные места. Кстати, учреди то, что у меня появилось яблоко, я думаю, не сделать ли мне себе сразу дефнал. Здесь стоит open blocks, поэтому я думаю, что дефнал вот для этих камушков, если я пойду копать, а я, наверное, пойду копать, мне бы пригодился. Пусть сейчас здесь себе лежит. Кстати, да, если что, вот эти как бы факелы, они тоже крафтятся. В принципе, рецепт тоже не очень сложный. Все добывается в мире. Так, это у нас с вами есть. Дальше. Я хотел сказать то, что пока я здесь приключался, я, во-первых, даже нашел алмазы, правда, я их нашел в сундуке, а не в, как бы, не в генерации, да, но все равно. Я бы хотел начать перерабатывать свою руду, как минимум железо. В принципе, у меня есть... У меня было больше сортус-кворца. Куда делся мой сортус-кворца? А, у меня вот с собой шесть, отлично. Либо, давайте сразу посмотрим, что нам будет строить. Что нам будет стоить, как он называется, из экстраутерит, штука, которая дробит. Техребор нам с вами здесь не доступен в ближайшее время, точнее как. Так, из-за того, что я немножко поторопился с выходом сборки, он доступен. Но вообще, ребятки, если вы играете в мою раннюю версию сборки, это, конечно, дело ваше, я вам запрещать не могу никоим образом, но советую. Учитывая то, что Техреборн у меня здесь, как бы, отложен на развитие после второго измерения, то есть после Абисала, я бы вам крайне советовал игнорировать те саплинги, которые вы найдете в деревне. Уже если вы играете в новую сборку, эта генерация отключена, поэтому, как бы, вас это не касается, а остальных вполне себе. Так, ням-ням-ням, Крашер из Экстраутерит. Что он стоит, этот Крашер? Давайте его прямо-таки вот сюда сейчас сразу вынесу. Он стоит два липких поршня и машинный блок. В принципе, здесь везде куча железа, опять же. И помимо, естественно, Крашера, мне же еще понадобится его чем-то питать, какой-то энергией. Поэтому давайте начнем все-таки с Грайндстоуна. С Грайндстоуна из наших Applied Energistics. То, что я себе хотел сделать на стриме, но у меня не получилось, потому что все сказали, сделай себе меч, сделай себе меч из Сёрта Скворца, Зик. Ты не любишь меч, ты просто хочешь сделать шестеренку в кадре, признайся. Ну, в общем, я признался, что я действительно именно это и хотел, и сделал себе меч. Ну, ладно, теперь-то мы с вами в серии спокойненько себе сможем сделать Кварц Грайндстоун. Есть такая штука, и, конечно же, для нее нужна еще палка-крутилка. Вот она, палка-крутилка. Это есть, это есть. Давайте я эту фигню теперь куда-нибудь поставлю. Допустим, вот сюда, пусть стоит, не знаю почему, здесь. Палка на тебя шпоньк, шифт-правый клик. И железо в тебя шпоньк, и я, ребятки, ушел немножко покрутить. И, кстати, ребятки, да, пока я кручу, у меня есть крутится немножко, да, перерабатывается. Я вам хочу рассказать немножко про цель сборки. В принципе, что нам с вами нужно сделать? Для того, чтобы считаться, считать, что сборка пройдена, нам с вами нужно получить вот этот предмет. У него нету рецепта крафта, и он может находиться только лишь в могиле фараона в измерении Атум. Из мода Атум, логично, да. Для того, чтобы попасть в это измерение, вам придется пройти, ну, во-первых, конечно же, Незер. Во-вторых, Энд. В-третьих, Абисал. Три измерения, как минимум, из четырех. То есть, в принципе, главного босса уйдать не обязательно, но если хотите, ради бога. Дальше Эзер. И, соответственно, наконец, Атум. Каким образом я это дело реализовал? Есть, опять же, в моем моде два блока. Один называется Portal Handler, другой называется Portal Core. Portal Core — это ядро портала. Делается оно вот таким вот образом. Если что, вот эти вот, как бы, капельки ожившей воды, я ее назвал ожившая вода, они падают при убийстве любого моба ванильного. Будь то пассивный или этот самый агрессивный, без разницы. После того, как вы себе сделали этот портал, вы его просто ставите в мир. И он вам, как бы, нарисует мультиблок, который вам придется составить вот из этих Portal Handler. После этого вы выбираете нужную карту. Ну, в принципе, они вот у меня здесь даже по порядку в GI показываются. Вам сначала придется пойти в Nether, потом пойти в End, потом пойти в Abyssal, потом пойти в Эзер, потом пойти в Atom. В принципе, вот такая вот последовательность. И каждый, почти каждая карта вам потребует прохождение предыдущего измерения. Единственным, как бы, исключением из этого являются Abyssal и Эзер. В них вы можете пойти в любом порядке, который вам нужен. Но Nether и End вам в любом случае, это первые ваши два измерения. Если что, если кто-то сейчас там хитренький, скажет, что, хо-хо-хо, зии, я себе сейчас надобуду обсидиана и сделаю ванильный портал. Не получится сделать ванильный портал в Nether. Ванильный портал в End вы можете найти, здесь, скорее всего, есть крепость, но толку от этого не будет. Потому что вам в любом случае понадобится Nether, а в Nether вы никоим образом, кроме как через мой мод, попасть не сможете. Рецепт этих карточек сможете посмотреть самостоятельно, я вам сейчас их показывать не буду. Ну, потому что я кручу, да, я занят делом. Но, тем не менее, я как бы вам рассказал, каким образом сборку вообще пройти. А теперь мы с вами увидимся через какое-то время. Все-таки покручу маленько. И 30-30 железной пыльки, это очень хорошо. Давайте ее поставим, жается пока что в самую обычную печку. И затопим ее самым обычным углем. У меня, в принципе, есть немало угля, поэтому я особенно сейчас даже не буду извращаться в плане палок там или чего-то такого. Сколько пожается, столько пожается. Так, что касается экстраутеррит. Есть же у нас с вами там, насколько я помню, еще какой-то генератор должен был быть. Генераторов здесь, ой, да, здесь же дофига генераторов. Какие-то очень странные радужные генераторы появились. Экстраутерриты тоже новые, поэтому не сильно с ними тоже сейчас как бы знаком. Так, я думаю, что сразу имеет смысл делать фернс-генератор и не париться. Это 5 железа и еще 4 железа. То есть, в любом случае, нам с вами нужно начинать с 9 железа, некоторого количества кабла и, к сожалению, некоторого количества редстоуна, которые я до сих пор не нашел. Ребятушки, я вынужден вас немножко покинуть, если у меня хоть немножко факелов нету, на то, чтобы пойти и себе немножко попробовать найти редстоуна. И кто знает, вдруг я там найду свои первые факелы. Ну, это же с моим везением, да? 12, я думаю, мне будет мало. Увидимся внизу. Алмазики! Я должен был их вам показать, но, к сожалению, я сюда, конечно, прокопался, ни одного редстоуна не нашел. И понял, что алмазики я хрена высовываю сейчас отсюда, выкопаю, как и редстоун, потому что у меня кирка каменная. Так что пошел тратить себе 3 железа. Че я там говорил? Алмазики! Ай, динь-динь-динь-динь-динь-динь, нифига себе алмазиков. Жалко, что кирка сейчас без всяких там удач и чего-нибудь такого. Потому что на выходе мы с вами получили 6, 6, я скопал 6 алмазных штук. Ништяк! Единственное, что, конечно, да, я вот сейчас уже жалею, наверное, то, что я в Death Now эту штуку фигнул. Фиганул. Ходя, не, погодите. У меня нормально, у меня... О, редстоун, редстоун, редстоун. А вот и получилось в кадре это сделать, ништяк. Правда, конечно, редстоун не такая большая редкость, прямо скажем, как алмазы. Но тоже очень приятно, особенно, когда он нам с вами нужен. О, я уже получил первый резонирующий кристалл. Да, если вдруг кто-то сейчас сразу будет спрашивать, то нет. Рецепт кольца полета, этого английского кольца из утилит, не отключен. Но рецепт у него будет веселый. Ну, сами посмотрите тоже, не буду спойлерить. Так, а сейчас нам с вами все-таки нужно себе сделать генератор. Вроде бы у меня достаточно ресурсов. Даже немножко алмазиками разжились. Хотя шли не за ними. Но давайте возьмем железо, которое я подготовил. И что там было нужно еще? Эээ, это не ты. Погодите, а что я генератор-то? Во, хочу фернэс-генератор, никаких срывоевалистов. Это вот такая фигня, это еще дерево. Мне кажется, здесь еще и дерево было в запасе. А я почему-то про него забыл. И, кстати, обратите внимание на эхо. Очень прикольное эхо добавляется модом Sound Filters, если кому интересно. Вот я сейчас помолчу, секундочку, вы услышите, наверное. Если сделаю себе, конечно, печку до этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ой, девять получилось. Печка с хвостиком будет. Отлично, печка с хвостиком. Так, ать. Слышали? Дым. Так, у нас с вами есть генератор, а теперь нужен еще и крашер. Вот, на крашер нужно два поршня. Но, в принципе, поршень это не очень сложно. Единственная проблема будет то, что поршень липкий. Это гравий? Нет, Карл снова, нормально. Почему будет проблема в том, что поршень липкий? Где же я здесь, собственно, себе сейчас смогу найти слизь? Но я об этом позаботился. Позаботился об этом я, и у меня есть девять слизи. Потому что вот эти вот Jerry Fish, они успешно перекрафчиваются ни во что. Потому что они перекрафчиваются через печку. Ну, жарьтесь. У меня, насколько я помню, была одна слизь. И мне нужно получить сейчас всего-навсего еще одну. Давай, печка, шевели мехами. Или как там у вас у печек говорится. Одну мне дай, по крайней мере. Вот, спасибо тебе большое. Так, теперь я себе смогу сделать два липких поршня. Погодите, а нафига я их делаю липкими? По-моему, там в рецепте можно было и обычные делать. Это я гений. Чуть бы он не сделал. Чуть бы он не потратил две нужных медузы. Это же, как же так-то? Так. И, конечно же, немножко горюченького. И, конечно же, то, что мы будем с вами передрабливать. В данном случае это все еще железо. Так, поставлю пока... Кстати, я здесь не поставил дерево расти, ну ладно. Поставлю пока пофигу куда, допустим, вот сюда. Потом, опять же, подумаю, где это лучше будет смотреться. Насколько я помню, генератор не требует гритпауэра, поэтому все у нас с вами должно быть хорошо. Генерация пошла, энергия пошла. Бум! Ей! Кто молодец? Си молодец! Зи в первой серии сделал себе удвоение ресурсов. Уже даже немножко автоматизированная. Эта фигня мне больше не нужна, она будет пока стоить. Так, хорошо, что мы с вами будем делать дальше? И у меня все зажарилось, и я так подумал, что, блин, не помешало бы заодно, если уж мы с вами... Точнее, не зажарилось, а передрабилось. Если уж мы с вами все передрабили, то сделать заодно и печку, уже которая работает не на угле, а на электричестве. Если мы с вами все равно тратим уголь для того, чтобы генерировать энергию. Надо будет, кстати, подумать какой-нибудь способ пассивной генерации, хотя здесь с этим будет сложновато. Потому что мы с вами не видим неба. И есть такое ощущение, что если здесь есть солярки, то работать они не будут. Ну, ладно, посмотрим. В любом случае, здесь есть еще, допустим, Ньюклер Крафт. Я вам не показываю список модов, потому что... Ну, на это уйдет слишком много времени, а мне бы хотелось вам что-нибудь, какой-нибудь контент все-таки сделать, да? Что-то типа того. Так, давайте сразу сюда положим один уголь. А я весь уголь запихнул в этот самый, да? Я вообще молодец. И он, конечно же, наверняка весь уже здесь сдох. О, нет, не сдох. Ну, ничего, уголь я знаю, где найти. Вы не поверите, где найти уголь. Самый простой способ. Па-бам! Давайте его сейчас здесь сразу и выкопаем. Если что, вот эту вот, как бы, терешку я просто притащил из этого самого, из подземелья. Блин, черт. Не знаю зачем, но она теперь здесь стоит и мне мешает. Надеюсь, что когда мы, наконец-то, нормальный дом здесь построим, я ее отсюда уберу. Потому что... Ой, там сейчас будет, кстати, комната соседняя. Хе-хе-хе-хе. Тык-тык-тык-тык-тык. Во. Нормально. Сколько там еще угля? Вот, еще пять штук получилось. Нормально. Так, ну что-то здесь жарилось. Мне нужно восемь кирпичей. Нифига не жарилось. Потому что печка делается вот так, к сожалению. Как слаймбол делается. Во-о-о-о. Домерка. Сейчас я домерки расскажу и к вам вернусь. Вот тена. Пока я здесь в бороде объяснял, каким образом получить слаймбол, его убила ужасная корова. Кстати, отличный клип есть на Твиче по поводу того, как я встретил ужасную корову. Она действительно ужасная. Она меня напугала немножко. У нее башка переворачивается неправильно. Но мы с вами тем временем получили фернейс. Нашу печечку. Единственное, что из труб. У нас здесь в этой сборке доступны только трубы из экстрактилит. Хотя, в принципе, может быть сразу реально посмотреть, как она делается, не? Не поднимайте обычных коров. Появляется бог коров и убивает вас. Вот. Видите? Домерка другую нашел. Другой вариант. Так. Что я хотел посмотреть-то? Трубы. Это у нас с вами... Я забыл экстраутериты. Сами трубы... Вообще не помню. Блин. А, вот такие штуки нужны. Ноды. Ноды. Трансфер нод. Айтемс нам с вами нужен. В принципе, это тоже можно сделать. Они еще и по 4 делаются. Слушайте, это почти халява. Давайте я себе в таком случае загружу немножко песочка в печку. Может быть даже приличное количество песочка в печку. У меня его 2. Вы серьезно? У меня 2 песка? Где же мне найти песок на этой сборке? На этой ужасной-ужасной подводной сборке? Где же мне найти песок? Черт его возьми. Давайте хотя бы 8 я туда запихну. Как раз на один уголь. 4, 6, 7, 8. Все части с этого будем убирать, поэтому... Пусть чай будет. И у меня есть запасной уголь. Давайте в эту печку это дело сунем. Тихо-тихо. Вот так. Будьте любезны, сделайте мне стекла. Ноды, 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 ноды. Давайте я их сюда вынесу хотя бы одну. И делаются сами штуки. А, ну я... 64! Вот я... Ё-моё. Ну ладно, что уж. Сделал так сделал. Еще нам с вами понадобится гладкое камню. Гладкое камню. На 6 штук как раз. На 64 трубы. Я думаю, что я сейчас сделаю один. И мне, по крайней мере, труб должно хватить. Есть такое ощущение. Ну и в любом случае, давайте себе сотворим еще и сундук. Потому что он будет необходим. Редстоун у меня есть в небольшом количестве. И нужно еще два гладких камня. Ну вот, да. Надо, на самом деле, наверное, гладкие камни есть в большем количестве запасать. Ммм. Ммм. Тык-тык. Тык-тык-тык. Все. Готово. Это есть, это есть. Ну и в таком случае я могу сразу уже сделать... А давайте, знаете, давайте вообще извратимся. Я себе сделаю еще один сейчас сундук. Это мало. Нет, это не мало. Все правильно. Хотя, блин, здесь же был рецепт из утилита наверняка. Не из утилита, а откуда из кварка. Чтобы делать из дерева напрямую. Я себе поставлю вот сюда. Вот такую хреновину. Вот сюда поставлю вот такую хреновину. Ой. Ммм. Очень хочется поскорее летать. Ну, конечно, в начале сборки летать он захотел. Молодец какой. Здесь два способа летать, если что. Опять же, смотрите список модов. И мои трубы. О, майн трубен. Так. Как там делается ключ из экстрактивит-то? Где он вообще? Делается, ребятки, он при помощи красной краски. К сожалению, для того, чтобы сделать красную краску, единственный вариант здесь, это использовать болмил по траве. Как сделать траву? Для тех вот, как бы, из вас, кто ленится смотреть рецепты, да. Я вам покажу рецепт. Вот, конечно же, он делается вот так. Но нет, на самом деле, есть вот такой более простой способ. В принципе, как бы я это мог сделать сейчас, но мы с вами записали уже 20 минут на серию. Поэтому мы с вами будем прощаться о траву. Я думаю, что я ее рассажу вот здесь. Мы с вами будем делать уже в следующий раз. С вами был ZigTheHedge. Конечно, не забывайте то, что ваши комментарии, ваши лайки очень, как бы, помогают продвижению видео и тем самым помогают мне. Они стимулируют меня выпускать вам следующие серии. Большое спасибо Литариусу и даже не знаю, кому сейчас еще. Я, если честно, даже не посмотрел, кто на меня до сих пор подписан на YouTube, потому что был достаточно длительный перерыв. Но, тем не менее, надеюсь, что вам нравится то, что я делаю. И если у вас будет такая возможность, можете поддерживать меня финансово. Не будет такой возможности, просто ставьте лайки, досмотрите серию до конца, не перематывая. И все тоже у нас с вами будет хорошо. С вами был ZigTheHedge. Увидимся в следующий раз. До новых встреч, как обычно. Всем счастливо и пока.